Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия среды, наша очередная встреча, техника, фундамент, все без изменений, друзья, две точки зрения на рыночные события, на динамику финансовых активов. Сейчас обсуждаем рынок предрождественский, по сути, в пятницу уже Рождество, низкая ликвидность. Многие трейдеры, инвесторы уже, ну те, кто, наверное, был совсем проактивный, уже давно в кэше, поскольку нужно готовиться к праздникам, но тогда нужно отдыхать. Кто-то еще выходит, рынки становятся все тоньше, поэтому на такой низко ликвидной среде, конечно же, какой-то триггер новостной может стать очень серьезным поводом для мощных движений. Я об этом говорил также в понедельник, что сейчас контролируете риски, может показаться, что рынок вялый, вроде бы как не ходит или топчется в диапазонах, и так оно и будет. Но когда обычно трейдер теряет бдительность, прям случается самое интересное. И я допускаю, что предрождественский оралей, если говорить о нем как о периоде повышенной латинности до Рождества, то есть фактически сегодня и завтра, вот два дня, чтобы рынок себя показал. И статистика, кстати говоря, если кто-то считает, что каких-то макроэкономических отчетов не будет, то это не так, друзья. Сегодня будет несколько релизов годовой данных по УВП в 16.30 по московскому времени, по УВП США. То есть, ну, с одной стороны, хочется сказать, что вряд ли статистика очень сильно удивит, либо вообще как удивит инвесторов, потому что это от рынка за прошлый квартал, вроде как, меняться не будет, и все без изменений. Ну вот, а завтра данных будет побольше, первичные заявки на пособие по безработице, личные доходы, личные расходы, заказанные товары длительного пользования. Вот эти отчеты могут еще раз заставить нас, как бы, в очередной раз уже, который по счету, оценить снова перспективы американской экономики. Особенно сейчас, когда штаты тоже оказались на передовой регионах, которые столкнулись с вирусом омикрон. Так, Виталий, проверка связи, картинка просто зависла, ты как? Да-да-да, я тебя слышу. Сейчас бывает что-то вижу. Тогда продолжим. Сейчас, конечно же, помимо вот этих вот статистических релизов, еще в плане новостей это омикрон. Регионы, которые сейчас стоит также отнести к числу тех, кто решил ограничить мобильность людей в период рождественских праздников, это Северная Ирландия, это отдельные там провинции Италии. Вроде как есть новости уже касательно Франции, Германии, знаем, что Дании и Нидерланд вообще закрыты рестораны, закрыты все магазины, кроме тех, которые реализуют товары первой необходимости. В общем, вот эта вот цепная реакция, которая идет во всеместном мире, как раз подтверждает тот факт, что омикрон пока что новостной трейдер. И как риск с ним нужно, конечно же, считаться, потому что каждый инфоповод о том, что где-то вводится ограничение, либо, например, обновлен пик по числу заболевших, это тут же начинает сильно влиять на ограниченное настроение. Я в целом хочу сказать, друзья, что до нового года остается не так уж и много дней. Разумеется, в следующей неделе это еще более низколиквидный торговый период. Сейчас на низколиквидности я бы не советовал очень сильно распыляться на большое количество торговых инструментов, выбрать для себя на своем брифинге, я так сегодня говорил, несколько активов, которые вам кажутся интересными, чтобы ими поторговать и закрыть год, опять же, без лишних волнений. Я для себя в качестве таких инструментов выбрал европейскую валюту, которую ранее комментировал, и, собственно, британскую валюту. Но прежде чем к ним перейти, давайте взглянем на ситуацию с долларом, который сейчас котируется на отметке 96.50. В целом это те же самые уровни, что мы обсуждали с Виталием в понедельник. То есть рынок локально корректировался до 96.30, потом снова вернулся к локальному максимуму. В общем, рынку нужны новые триггеры. И сейчас вот эта волатильность, конечно же, она немного раздражает тех, кто ждал вот это ралли предрождественское. Но опять же, я не буду противоречить себе. Друзья, еще два дня, все может случиться. Никто не удивится, например, если доллар преодолеет в моменте сопротивления 96.60 и улетит еще выше. Все скажут, ну вот он, это предрождественское ралли, в принципе, оно должно было случиться. Я в отношении доллара пока что оптимист, поэтому европейскую валюту против доллара я рекомендую нашу артисту, собственно, так же, как и раньше. Честно говоря, оставляю в качестве такого прям хорошего, мощного, целевого ориентира это поддержку 1.11. Даже несмотря на то, что сейчас пара почти на 200 пунктов выше. И мне кажется, что если рынок хочет до конца этого года протащить или сохранить за собой статус непредсказуемой финансовой среды, то ему нужно показать нам какую-то интенсивную волатильность вот в оставшиеся там буквально 7-8 таковых сессий. Почему по евро вниз? Потому что только что отметил ухудшение экономического фона, потенциал укрепления позиций доллара, да и, в принципе, наверное, уже выдумывать ничего и не нужно. Что касается британской валюты, так, когда мы с тобой разбирались ситуацию в прошлый раз, как раз был уровень 1.32, пара оказалась локально ниже, лоу был 1.3172, потом летели, собственно, вверх, в районе начала 1.3250, ну, мне пришлось закрыться по безубытным. В целом сейчас по фунту я рекомендую и дальше рисковать, и, друзья, как и в прошлый раз, шортить для тех, кто ищет новый вход из текущих значений, потому что есть высокая вероятность того, что власти Англии ведут полунациональный локдаун, прямо такого формата, как было в 2020 году. А сейчас это пока частичные ограничения, но статистика, вчерашняя статистика по росту существа заболевших, 92 тысячи новых случаев. Это рекордные показатели с 2020 года, вообще за все время наблюдения за ситуацией с пандемией. И, да, конечно же, власти сейчас понимают, что новый локдаун общенациональный – это, считай, крышка в гроб экономическом, точнее, в гвоздь крышку в гроб экономического сравнения. И их тоже можно понять, что такие активные меры сейчас не принимаются, потому что последствия могут оказаться еще более негативными. Но, с другой стороны, кроме как меры социального дистанцирования, вроде бы как за последние два года человечество не придумало других способов, чтобы ограничить распространение инфекций. В общем, посмотрим затем, что в итоге решат власти Англии. Я думаю, что общенациональный локдаун, он все-таки будет. И, возможно, если не на этой неделе, то на следующей преддверии Нового года весьма вероятно. Поэтому по фунту смотрю вниз, и так же, как и по евро-доллару, считаю, что 200 пунктов мы можем дать еще вниз, как раз по евро-доллару. Это 1.11, по фунту это 1.31. Виталий, слово тебе. Так, вот по поводу социальной дистанции. Вот был недавно митинг в Германии или где, или в Голландии где-то, и там полицейский бегал между этими митингующими с такой палкой полтора метра и мерил, чтобы они отходили друг от друга. И кто-то написал такой, вот это была мечта, да, в детстве, стать полицейским и потом бегать с палкой и мерить. Ну, это, скажем, ну, по поводу вот этой социальной дистанции, скажем, вот знаешь, какое расстояние вот этот вирус, он передается, ну, как и любой вирус, ну, там разные виды вирусов, вот этим аэрозолем передаются. Знаешь, какая дистанция полета в вот этих мелких таких шариках аэрозоля? В среднем. Дистанция, ты что имеешь в виду? Ну, допустим, если ты дышишь, то какая дистанция полета вот этого аэрозоля? В обычном помещении? Ну, могу предположить, что большая. Да, правильно. Она примерно где-то 5 метров, да? Это во-первых. А в тех зданиях, помещениях, где кондиционер находится? Ну, понятно. То есть оно может, да, то есть оно может в одной комнате, да, ты дышишь, да, оно может улететь на 20 этаж или в соседнюю комнату, то есть, кстати, к слову. Да. Ну, вот ты отметил все страны, да, ну, кроме одной страны, которая еще держится, это США, правильно? Ну, вроде как там тоже ситуация уже тревожная. Да, но было заявление от этого, от Белого дома, от представителя Белого дома, что пока они не планируют вводить каких-то локдаунов, да, то есть пока не держатся. И знаем, что многие штаты в США, такие как республиканцы, республиканские на юге, там Техас, Флорида, они немного сопротивляются вот этому всему действию. По поводу рынков, фунт-доллар. В прошлый раз ты остановился на нем, я с него начну. Мы обсуждали возможность шарта по данному инструменту на пробой вот этой зоны поддержки в районе там 31.70-32. Но закрытие понедельника показало, что здесь сформировался ложный пробой. Я со своими учениками разбирал данный инструмент, так как не произошел ложный пробой данного диапазона вниз. Мы закрылись выше. Я еще в понедельник вечером, вторник утром писал, что здесь рассматриваю покупки по данному инструменту. И на текущий момент у меня такое есть видение по данному инструменту, что мы можем уйти к верхней границе данного диапазона, такого широкого. У нас нижняя граница это условно 31.70, верхняя 33.70 тоже. Там получается 200 пунктов. Поэтому я пока рассматриваю рост по данному инструменту к верхней границе. Там уже посмотрим реакцию на верхнюю границу, пройдем ли мы ее, или будет борьба, и дальше мы уйдем вниз. Шарты буду рассматривать только после закрепления ниже 31.70, потому что видно, что не пускают данный актив ниже. Вот весь декабрь данную зону кто-то откупает. И учитывая негативные новости, которые проходят по поводу локдауна, но есть небольшой плюс для фунта. Это мы знаем, подняли ставку на прошлой неделе. Возможно, еще это удерживает данный инструмент вверх. Поэтому пока я за покупки. Конечно, рассматривали мы с учениками возле нижней границы. Сейчас мы посередине канала находимся. Возможность текущих купить со стоп-лоссом 50 пунктов и рассчитывать на движение вверх. Дальше. Что касается евро-доллара, у меня здесь такое спорное мнение по данному инструменту. Аналогично, как и фунт-доллар, как-то мы усердно удерживаем нижнюю границу. И поэтому я рассматриваю здесь покупки, но они очень рискованные, так как тренд здесь глобально шартовый. И пока мы не пройдем аналогично, как и фунт-доллар, вот эту зону поддержки в районе 1, получается, у нас вот эта зона, ее четко удерживают, 1,12-20, вот эти минимумы, здесь тоже активно кто-то все время выкупает. То у нас есть шанс тоже, как и по фунту, еще раз сходить к верхней границе. Это практически 1,14 условно, возможно, на 1,15 уйдем наверх. Но это очень рискованный момент. Мы понимаем, против фундамента идет это все. И не сильно технически. Есть здесь момент технический для Ланган, но чуть-чуть мне последние там несколько дней картинка не нравится. Еще на прошлой неделе был более уверен в Лангах, но пятничное закрытие как-то меня смущает на позицию в Ланг, но кто не рискует перед Новым годом, тот не пьет шампанское. Поэтому рискованно, возможно, рассматривать покупки. И только если мы закроемся ниже 1,12,20 или там где-то на уровне 1,12, я думаю, что там уже дальше может до Рождества, до Пятницы пролиться достаточно сильно, пунктов 100 и 200 и больше, потому что я знаю, ну не помню точно перед Рождеством или перед Новым годом, вот есть такие моменты, вот прям хорошо так 1-2 дня проливает сильный рынок, потом его откупает в обратную сторону. Поэтому нужно обязательно ставить стоп-лосса и любят они эту фишку еще делать где-то там на азиатской сессии, это нужно понимать. Дальше. Что мы еще в прошлый раз обсуждали, это рынок криптовалюты. Пока не сработала идея на продолжение движения вниз, мы ее откупили. Я пока наблюдаю за данным инструментом, но пока еще сохраняю свое видение. Будет ли оно с текущих значений по биткоину, это 49 тысяч с копейками, или еще протестируем 52 тысячи и дальше буду наблюдать, так как достаточно неплохо вчера откупили. Плюс американский рынок. Вот здесь у меня аналогично, как было все по инструментам фунт, доллар, евро, доллар, нефть, вот S&P 500 с ребятами обсуждали в понедельник под закрытие рынка, его так откупили. Была реакция на трендовую, у нас здесь проходит глобально, сейчас сделаю меньше график, практически у нас с вот это минимум, когда был в марте, с него я взял точку, вторая точка получается минимум осени, и мы ее тестировали, ну практически, так скажем, в четвертый раз. Я думаю, если подойдем в пятый раз, то если пройдем эту трендовую, то больше не увидим никаких максимумов новых по S&P 500 как вариант, потому что могут сильно пролить. Вроде бы вчера откупили, хорошо закрепились выше, возможно какие-то покупки, но я пока буду вне рынка по данному инструменту, пока мы не пройдем исторические максимумы, если там уже закрепимся выше, то дальше буду там целиться на 5000 пунктов, так как у нас присутствуют два достаточно таких сильных импульса вниз, вот эти три красных бара или там свечи, кто что смотрит, и плюс снижение в ноябре, и это могут быть заходные импульсы вниз на разворот тренда как вариант, поэтому при сломе восходящей трендовой линии закрепления ниже, там, я думаю, можно рассматривать шарты, и там следующий год мы посыпимся вниз. Как-то вот так пока у меня по рынку. Спасибо, Виталий, за комментарии. Следим опять же, следующий эфир уже понедельник, а после Рождества там праздники тоже будут наступать, но это уже все обсудим на следующей неделе. Остается только еще раз напомнить, друзья, вам, что в таких условиях, в условиях низколепридного рынка очень важно контролировать риски, следите за загрузкой ваших депозитов, за плечами, которые вы используете. Ну и особо сейчас, конечно же, не парите горячку, не старайтесь попробовать поймать каждое движение, которое на рынках есть, особенно когда сейчас финансовые инструменты входят в коридор между уровней, без какой-то четко выраженной тенденции, и некоторые идеи даже трудно обосновать все от точки зрения того же, да. Ну, до Нового года они должны с этих коридоров, я думаю, и выстрелить. Обычно, я наблюдал так несколько раз, такое накопление идет, и к Новому году должно хорошо прострелить. Вопрос, куда, сложно сказать. Ну и плюс риск есть для Европы в формате не только вот локдаунов. Мы знаем сейчас цены на газ, да, показывают исторические рекорды. Плюс, если будет холодная зима, это повлияет вот эти все факторы локдауна, там, подорожание ресурсов для домохозяйств, плюс для разного рода бизнеса. Мы знаем, что газ, он во многих сферах задействован. Плюс несколько месяцев назад я говорил, что были проблемы в России в формате был взрыв в Ямале, там где-то, ну, в этой точке. Там завод есть, который по переработке газа, то есть добывается газ, потом он идет на завод, он там перерабатывается каким-то способом, да, и потом идет по трубам и качается там внутри страны, плюс за рубеж продается. И сейчас данная труба, она практически там не качает, и идут минимальные поставки в Европу, и это тоже риск для европейского рынка, скажем, с этой точки зрения. Если там не возобновится вот эта подача газа, то это большие риски зимой. Да, это точно. В общем, новостной фон, друзья, интересный. Мы с Виталием продолжим держать вас в курсе. Обсудим снова все в понедельник. Я думаю, что, ну, честно говоря, вот как трейдеру, как инвестору, как кипикулянту, как угодно сказать, аналитику, конечно же, хочется, чтобы в понедельник уже пошли какие-то движения к нему, в понедельник уже, чтобы мы с вами обсудили более интересный рынок. Ну, а пока есть то, что есть. Виталий, тебе хорошего тогда закрытия недели, тебе предрождественского ралли, хороших выходных, и увидимся в неделе. Все, пока, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok